Зал на 300 человек не смог вместить всех желающих вернуть свои кровные. Более тысячи обманутых вкладчиков пришли на встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, который взял ситуацию под личный контроль. Напомним, 30 декабря 2014 года Волгокредитбанк лишился лицензии. По версии следствия, в период с июня по декабрь неустановленные лица, в том числе из сотрудников и руководителей банка, вели черную бухгалтерию. Когда мне выдали расчетный счет с Волгокредитбанка, то там было указано, что как бы у меня со счетов сняли деньги раньше, чем я и положила вообще. В общем-то такая путаница. Мошенническая схема выглядела следующим образом. Банк принимал вклады, выдавал документы, согласно которым выходило, что со счетами все в порядке. На самом деле до кассы банка деньги не доходили. Они распылялись по другим счетам. Потому после краха банка порядка трех тысяч граждан обнаружили на своих вкладах не те суммы, которые заявлены у них в документах. На сегодняшний день речь идет уже о сумме похищенного не менее полутора миллиардов рублей. Трое сотрудников банка находятся под стражей. Я убежденный ставлю вопросы необходимости задержания и ареста бывшего председателя банка, сколько в отношении нее даны прямые показания. И у меня лично нет особых сомнений, что она в этой схеме не могла участвовать. Агентство по страхованию вкладов может возместить вкладчикам только те суммы, что указано в реестре, которую предоставил Волгокредитбанк. О том, что на счету денег было гораздо больше, по закону вкладчикам нужно еще доказать. Мы ждем решения, без судебных выбирают. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все вкладчики, все вкладчики понимают, что доверенные вам деньги обеспечивают за каждым днем. И как вы учат? Это на основном праве. Попробуем, надо решать себя в дирек. Граждане намерены добиваться немедленной выплаты денег, украденной с их счетов. На собрании им раздали бланки для подачи заявлений в суд. Многие выражали недовольство, понимая, что судебные тяжбы – дело долгое и не обязательно выигрышное. Я уже вот за это время, с 15-го числа, мы каждый день ходили, прошел десятки километров, израсходовал сотню рублей на разные копии, которые меня гоняли ОБЭП, следственное управление, прокуратура, комитет, Центробанк. И везде звонки, это вы сами, вы еще должны доказать. Мне 80 лет, я пенсионер. Все, что я накопил, я все потерял. Машиной, кстати, все потеряли. Это ЧП не районного и не областного, а ЧП в размахе страны. Неординарный случай. И, соответственно, решать они должны необычными методами. Это не стоит человек всех в суд посмотреть. Встреча продолжалась около четырех часов. В ней приняли участие сотрудники правоохранительных органов, представители агентства по страхованию вкладов и председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. Он же вошел в состав рабочей группы по решению ситуации с обманутыми вкладчиками. В нее также войдут представители мэрии, областного правительства и сами вкладчики. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.